Multigen анонсировал свой альянс с VM Labs, а также подтвердил, что самая засекреченная в мире приставка Project X появится к Рождеству этого года. В данный момент Multigen разрабатывает для приставки специальный инструментарий, который обеспечит выход в интернет через модем, а также некоторые дополнительные возможности. Кроме всего прочего, один из разработчиков игр для Project X сказал, что будет приложено максимум стараний для того, чтобы на E3 оказалась играемая версия Tempest 3000. Sega издает свою первую игру, которая разрабатывается специально для PC. Игра называется Conflict of Nations и представляет собой невероятно странный сплав жанров, стратегии и adventure. У каждого игрока будет по 15 коммерческих характеров. Что это такое, создатели пока держат в тайне. 40 типов юнитов и 28 типов заданий. Появится Conflict of Nations в ноябре 1998 года. Разрабатывается английской фирмой NMS Software, известной такими играми, как Tilt и Mass Distraction. Европейское издательство Ocean, недавно поглощенное Infograin, рассказало прессе об играх, которые будут представлены на выставке E3. В их числе несколько весьма примечательных. Mission Impossible, симулятор шпиона по мотивам американского блокбастера позапрошлого года в стиле Golden Eye, будет представлен почти в законченном варианте, а выйдет в свет в июле. GT64 Championship Edition, оригинальный нинтендовский шаг в направлении Гран-туризма, Sega Rally и прочих дорожных хитов других платформ. Также выглядит неплохо и даже более того. Wattricks порадует нас очередным тетрисом. Virali 98, еще одна игра на Nintendo 64. Добавит трассы, многопользовательский режим на 4 игрока и возможность покататься по дорогам в 8 различных государств. Space Circus, странноватое, веселое, фантастическое, приключенческое действие. В общем, космический цирк. Lone iTunes, весьма оригинальная мультипликационная игрушка по мотивам известного мультсериала компании Warner Brothers со всеми старыми персонажами. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен со мной. Важадные поклонники 3D Action, приветствую и разделяю ваше уныние. После выхода великого Квейка 2 на нашем фронте царит затишье, я бы даже сказал, пацифистский дух. Какие-то невнятные слухи о выходе третьего Квейка, который появится где-то через год. Какие-то сомнительные гибриды, экшены и стратегии. Как это вообще можно смешивать? Всякие Battlezone и прочие Zara некоторые вообще попытались переключиться на RPG игры. Какой позор! Нет, истинный солдат удачи должен быть собран, терпелив, вынослив. И тогда он будет вознагражден за долгие вечера бездействия. Войны! Час избавления близок. На пути к нам находится игра, которая станет культовой. Не будь я главным по играм. Самые кровожадные из вас будут полностью удовлетворены тем ужасом и болью, в которые окунет вас великий и беспощадный мир Анриал. Пока в нашем распоряжении есть только бета-версия этого долгожданного шедевра от Epic Mega Games. Но даже этот неполный и отчасти недоделанный вариант дает представление о том, какая славная бойня ждет нас через пару месяцев. Начало стандартное. Вы находитесь внутри разбитого космического корабля, попавшего в странный мир, населенный злобными тварями и беспомощными местными жителями. Что мы теперь будем делать дальше? Странный вопрос, если ваша рука сжимает рукоятку лазерной пушки. Первое, чему поражаешься, выйдя на простор, масштабы. Перед взором появляется долина размером в несколько квадратных километров. Это вам не Кексен с его карликовыми уровнями. Поле битвы лично меня удовлетворяет. О графике в этой игре можно говорить часами. Невероятные красоты вода, деревушки и подземелья заставляют вас позабыть о том, что это игра, да пожалуй, Unreal и впрямь нечто большее. Самое главное, это нелинейная структура уровней. На стыке практически всех карт стоит одна, особенно большая, через которую можно попасть практически в любую часть игры. Прохождение определенных этапов обязательно, однако выбор у вас все-таки есть, что приятно. Из первой карты вы попадаете на вторую, с нее перебираетесь на третью, оттуда летите на четвертую, с которой имеется проход обратно на первую. Признаться, такого лабиринта я еще не видывал. Практически каждый уровень выполнен в своем собственном стиле, и действие в них совершенно отлично от предыдущих и последующих. Unreal способен послать вас в парк с щебечущими птичками, а потом практически сразу окунуть в озеро с кислотой, заставить бороться с огромными монстрами, носящимися толпами по деревушке, а потом послать слоняться по абсолютно пустым коридорам. Десять видов оружия, по одному на каждую кнопку клавиатуры. Но что это за оружие? Во-первых, оно может работать в специальном усиленном режиме, активизируемом правой кнопкой мыши. А во-вторых, его можно апгрейдить, превратив банальный лазерный пистолет в шестиствольную пушку, разрывающую монстров на части. Монстры в Unreal невероятно грациозны. Прямо балет большого театра. Прыгают, танцуют, некоторые все время молятся. Но не дай бог вы не будете готовы к встрече. Разорвут в доле секунды. Это прыткие твари, отлично знающие разницу между лавой и водой, лестницей и пропастью, стреляющие вас только в тех случаях, когда они стопроцентно уверены в попадании. Вот так-то. Ну что, воины, к бою. Единственное «но» — это системные требования, особенно видеоакселератор. Без Voodoo, а еще лучше без Voodoo 2, тут делать нечего. Итак, Windows 95. 16 мегабайт памяти рекомендуется 32. Pentium 166 рекомендуется Pentium 2. Sound Blaster, CD-ROM, мышь или джойстик, 3D-FX обязательно. Сетевая игра и игра в интернете из бета-версии заботливо вырезаны. Но сомневаться в том, что это будет, не приходится. Итак, всего пару месяцев, и мы снова на коне. Мир 3D-экшен не стоит на месте. Войны на наш век хватит. Unreal — эта игрушка будет культовой, я уверен. А там и третий Quake подоспеет. Ох, люблю я это дело.